Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас у себя дома. Ко мне пришла еще одна посылочка. Я обещал в прошлом видео про посылки распаковать, но хочу дать анонс. К нам едет еще две посылки. Одна из Германии и одна посылочка приедет с разнообразными консервами. Так что подписывайтесь и не пропускайте. Мы с вами сегодня будем распаковывать посылку из Пскова. Посылка пришла от Герасимович ТГ. Посылку попросили передать там конкретно, возможно, ребятам. Но я объяснил ситуацию, что мы когда встретились, мы в одном из видео проезжаем мимо, если не ошибаюсь, в село Вербовое, подруги проходили пацаны. И мы у них спросили, там ребят там знать-не знать, они говорят, нет, не в курсе. Говорят, а нам нет ничего. Нет, к сожалению, вам нет. И вот человек попросил им передать. Найти их будет просто нереально, потому что меняются позиции постоянно. И это очень сложный вариант. Ну, мы будем мимо там ехать. Там же остановились. Вдруг их позиции рядышком где-то там были. И если это будут они, мы передадим посылочку. Сейчас мы распаковываем. Вес у нее 20 с чем-то килограмм. Очень большой. И я думаю, что вам так же, как и мне, очень интересно, что там для наших солдат пришло. Если вы вдруг захотите отправить что-то нашим воинам, то есть можно, как многие делают, помогать финансово, а можно самим пойти что-то купить, и мы загрузим машину, отвезем и передадим. Место, куда отправить посылку, вы можете узнать у меня в WhatsApp, в Телеграме, по моему номеру телефона 8 988-333-7887. Посылка у нас состоит из двух коробок. И взрываем первую. Вот так, все, чуть-чуть. Та-дам! Тут есть, я так понимаю, много чего разного. И сейчас мы будем все это выкладывать на стол. Потом в конце покажу уже, что здесь было. Камеру сделал немножечко поближе, чтобы вам можно было рассмотреть. Здесь у нас также лекарства. Смотрите, постилки при боли в горле. И буклин, нурофен. Много чего, смотрите, есть записка. О, смотрите, как это выглядит. Читаем. Дорогие солдаты, смелые воины, любимые бойцы, от всей души хочу поблагодарить вас за мужество, волю, силу духа и любовь к родине. Вы наша гордость, наша опора и защита. Самые сложные для страны времена, именно вы принимаете на себя удары, орудия противника. Именно вы спасаете мирных граждан от зверств фашизма. Именно вы несете знания правды, свободы и справедливости. Я горжусь каждым бойцом, который бьется за свободу, за мир и за правду. Я горжусь тем, что я являюсь вашей соотечественницей и верю в силу вашего духа. С глубочайшим уважением к вам, с любовью к родине. Татьяна Г. Город Псков. По скрипту. Мы вас очень ждем. Ждем даже больше, чем зарплату. Круто, да? Вот это прямо сильно. Есть стихотворение, я это вложу в сторону. Мы его в конце прочитаем. Я думаю, что это будет очень интересно услышать, послушать. Йод. Вот такой вот в карандашах. И зеленка. Вот такая вот уже в карандашах. Она уже распакована по пакетикам. Какие у меня умницы подписчицы. Юра, это подарок вашей семье. Вау. Спасибо, Татьяна. От души благодарю. Я потом его покупаю. Так все, да потом. Смотрите. Здесь любимому солдату. Гляну вместе с вами, что там лежит. Там внутри. От руки написано. Это оказывается стихотворение. Я предлагаю тоже одно зачитать. В конце мы узнаем, что за письма, что у них лежит. Святые молитвы. Молитвы и каноны. Казинак. Все хотят солдатам сладкое передавать. Это прям меня очень радует. То, что привыкли. Это вот как в армии, знаете. Там самое сладкое. Ну, сладкое. По-моему, у всех солдат есть. Товарищи солдаты. Я знаю, что меня смотрят многие. Пишите вы сами под видео. Что бы вам хотелось. Я ни одного не увидел под прошлым видео. Что бы хотелось солдатам. Не получил отзыва. Мне сказали, кстати, прошу посылочку. Медикаменты пополам разделите. На два подразделения раздать. Нескафе. Вот три в одном. Малкофе. Просто топчик чай. Здесь разные крема. Детский. Пантенол. Афламилит. Фарингосепт. Лоратайдин. Максиколд Рио. Для облегчения симптомов простуды. Губка коллагеновая. Кровоостанавливающая. Гемостатическая губка. Средство перевязочное. Видите, как уже рассортировано. То есть это сюда, это туда. Так. Кладем дальше. Очень удобно сделано. Спасибо, Татьяна. Клей БФ6. Вертекс. Это вот самое классное. При порезах заклеил. Я так себе его не купил. Но вы мне рассказывали о том, что это просто в этом плане прям хорошая вещь. Три жгута кровоостанавливающих. Бинг и перетяжечки. Оэрвис Флю. Авимакс. Простудный. Ло Пирамид Алиум. Цетильзин Вертекс. Я вот лекарствах начинаю потихонечку благодаря вашим комментариям понимать. Простудокс. Такой даже не слышал. Ну тоже чаечки. Заваривающиеся. Так, здесь у нас перекись водорода и хлоргизин. Лейкопластырь. Так, здесь небольшой набор. Отвертка. Кстати, отвертка такая у меня тоже была. Еще одна отверточка. Зубные щеточки. Мыло. Лесной бальзам против крова. Точивости десен. Монтаж момент клей. Здесь изолента. Гвоздики. Саморезы разнообразные. То есть вот такой набор нужного всего. Посылочку можно вот действительно будет просто передать. И все. Так, здесь у нас носочки. Чай-лисма. Печеньки. Плов узбекский с говядиной. Госсвинина тушеная. Консерва вроде очень хорошая. Мясо консервный комбинат балтийский. Пишите свои отзывы, но по составу. Свинина, лук, соль, поваренная пищевая, перец, черный молотый, лист лавровый. Если вы читаете, что-то кроме этого есть в составе, это просто. Плов я такой не ел. Не знаю, если вы пробовали. Вот магнитовский плов узбекский с говядиной. Напишите, пожалуйста, тоже. Ваш отзыв будет интересно услышать. Все, первая коробка пуста. Вот он состав первой коробочки. Все, что было передано от Татьяны для наших дорогих солдат. Я уложил все на место. Все поместилось. Носочки. Вот носочки тем, кто возит солдатам к гуманитарку, прям советую уточнять у ребят, в достатке у них или нет. Потому что я встречал разные варианты, что и много, и наоборот мало. Это разные шапочки, стельки 42 размера, перчаточки. Дужу не дождусь, когда холода закончится, чтобы нашим солдатам перестало быть холодно. Еще вот такие вот стельки. Термобелье. Фуфайка мужская. Еще одна футболка. Узкая камуфляж. Длинный рукав. Смотрите, подписано, что это на тряпки, хозяйственные нужды, перевязки, чистое БУ, постельное белье. Ну и постелить, честно, на самом деле, когда ложишься куда-то на нары, даже под свой вещмешок, то вполне удобно. А теперь давайте прочитаем стихотворение для солдата от Татьяны. Здравствуй, солдат. Я пишу тебе с мирной земли. Здравствуй, солдат. Я кричу за тебя, поднебесе, чтоб такие, как ты, все вернуться смогли, чтоб с семьей своей были вместе. Милый солдат, мое сердце с тобой. Ты ведешь войну с кровавым фашизмом, смело вступай в этот праведный бой, ведь у тебя за спиной наши жизни. Помни, солдат, ты в суровых боях не один. За спиной, Господь, за плечом Россия. Верю, спасешься от пуль, от мин. Знаю твой дух и характер всесилен. Возвращайтесь скорее, мы тебя очень ждем. Татьяна, город Псков. Письма для всех солдат. Здесь не осталось прочитанным. Вот это стихотворение. Ребята, родные, держитесь. Мы с вами, и пусть вас Всевышний и Ангел хранит. Фашизм не пройдет, и победа за нами. А павших героев запомнит гранит. Мы будем всех помнить, но лучше живите. Пожалуйста, пуля, пусть мимо летит. А подлую в Киеве власть не щадите. Не зря она, встретившись с вами, дрожит. Пусть мысли всех добрых людей оберегом защитным будут сейчас. Стихами, концертами, автопробегом поддержим в России сегодня мы вас. Русские, татарин, евреи и чуваши. И все, кто назван, встаем как один. Все вместе Россия, все вместе мы наши. Одно у нас знамя, один у нас гимн. Пусть кара скорее настигнет Иуду. Куда бы не смог он, спасаясь, пролезть. Работайте, братья, работайте всюду. Вы наша опора, защита и честь. Вот такое сильное стихотворение. Аж сам прочитал. Теперь посмотрим на подарочек, как красиво все сделано для нашей семьи. Иван-чай. Чаечки Юра очень любит. Спасибо огромное. Цукаты из черной рябины. Псков, Покровская башня. Юра, спасибо за ваше неравнодушное отношение к тяжелой ситуации, в которой оказалась наша родина. Татьяна Коробсков. Все бы еще понимали, вообще о чем разговор, о чем идет вот эта вся беда. Беда, мармелад, ассортист, кубника, ручной работы тоже вот такая вкусняшка. Эксклюзивные такие вещи. Город Псков. Я боюсь это делать, ребят. В прошлый раз, когда мы собирали магниты, у меня собрался вся Россия раз по 20. У меня было огромное количество магнитов. Они у меня лежат у мамы на хранении. Она дает деткам их играть. Повешиваю вот сюда, все на холодильничек. Пока есть место, вот только вот эта сторона на дверь вешать не буду. Лучше что-нибудь вкусное, серьезно. Имбирь, томленный с медом и малиной. Нифига себе, такого даже не видел. Шикарный подарочек, все, больше ничего нет. Дорогая Татьяна, город Псков. Благодарим вас за столь щедрый подарок для моей семьи, для всех наших дорогих братьев-солдат. Спасибо, что поддерживаете. И всех людей, кто за наш, за русский мир, от души благодарю, что вы с нами. Не проходите мимо и дай бог, чтобы было скорейшее мирное небо над всем миром. Поверьте мне, никто не хочет войны. Все хотят жить тихо, спокойно и в согласии. Ну, знайте, ребятки, что те же самые противники США возьмем. Они играют в долг. Они говорят, к 25-му году мы там что-то нарастим, а сейчас только 23-й. Никто ничего не собирается заканчивать. Как бы нам этого сильно не хотелось. Поэтому надо мобилизоваться и пока мы в тылу, не на передовой, стараться сделать тем, кто там впереди нас, чтобы им было полегче. Дойдет осознание до всех, кто даже сейчас совсем не хочет понимать. Дойдет. С вами был Юрий Азаровский. Спасибо большое еще раз всем за внимание. Подписывайтесь на канал. Делитесь этим видео со своими друзьями и товарищами. Есть возможность финансово помогать финансово. Есть возможность вот купить какие-то вещи хорошие, важные для наших солдат. Присылайте. Будем показывать. Будем их отвозить и раздавать всем солдатам.